На вопрос, кого первого славяне призвали на царство, большинство, не задумываясь, ответит – Рюрика. И ошибется. На самом деле, первого иностранца на престоле, первого славянского государства, звали Само. А править славянами он стал за 200 лет до Рюрика. И это вовсе не выдумка. О державе Само нам известно из средневековой европейской хроники Фредегара, которая рассказывает и о первом славянском государстве, и о ее призванном правителе. Итак, давайте разберемся, откуда родом был Само, что значит его имя, почему именно его призвали на царство. Ну а если досмотрите до конца, то узнаете, что общего у Само с Рюриком, и почему государства Само сегодня нет на карте. А Само и первом государстве славян, возникшем в VII веке, известно, к сожалению, очень немного. В первую очередь мы знаем о нем благодаря знаменитому средневековому документу «Хроники Фредегара». Это удивительная историческая хроника, открывающая перед нами утраченный мир длинноволосых королей, власть которых напрямую зависела от их волос, их жены, мажор домов, героев эпоса о Нибелунгах, лориен и мордор, оживший лес королевы Фредегонды, и, конечно же, соседей длинноволосых мировингов. Естественно, в первую очередь хронисты интересуют франки, а о славянах он упоминает скользь, когда их интересы пересекаются. К счастью нашему, в правление само их интересы как раз пересеклись. Вот вкратце, как описывает Фредегар, невероятную историю само. В 623-624 году франкский купец из города Сакса прибыл для торговли в сопровождении большой группы купцов к славянам, которых называли «виниды». Славяне тогда воевали с аварами, и пришедший торговать купец пошел с их войском. Предоставим слово самому Фредегару. Там проявил он удивительную доблесть в боях с гуннами, и огромное множество их было поражено мечом винидов. Ценя доблести само, виниды выбрали его своим царем, и он счастливо правил ими в течение 35 лет. Много дали сражений гуннам в его правлении виниды, и благодаря его советам и доблести всегда одерживали над ними победы. Само взял 12 жен из племени винидов, от которых имел 22 сына и 15 дочерей. Казалось бы, все понятно, но загадки начинаются с самого начала, с его происхождения. Хоть само и не Рюрик, но вопросы к нему все те же. Фредегар пишет, что он по происхождению Франк из Санкского округа, Франкского королевства. Вот только никто не знает, где находилась эта Санская область. Зато другой, хоть и более поздний источник, анонимный Зальцбургский трактат «Обращение баваров и карантан» называет его «Князем славян». Против его франкского происхождения выступил и профессор Николай Грацианский. В качестве главного аргумента он приводит другой эпизод из хроники Фредегара. Однажды славяне убили и ограбили франкских купцов. А когда посол короля Мировинга Дагаберта явился к само, ему пришлось нарядиться в славянский костюм. Без этого ко двору не принимали, но, как пишет Фредегар, по обычаю язычников и гордости их, ни в чем само не дал удовлетворения за проступки людей своих. Так вот, профессор Грацианский подчеркивает, славянский царь однозначно язычник и язычник закоренелый, придерживающийся славянских обычаев, настолько, что не допускает к себе даже послов в иноземных костюмах. Но франки на тот момент давно были христианами. Таким образом, заключает профессор, цитирую, «Это, конечно, не франк, это природный славянский вождь, действующий так, как и подобает ему действовать, в строго языческом и чисто славянском духе», конец цитаты. Кстати, именно с этого эпизода между франками и славянами началась война. Дагаберт, длинноволосый король из династии Мировингов, собрал большое войско, но славяне под предводительством само в итоге смогли их победить. Интригует и такое необычное имя – само. Высказывались предположения, что само – это славянское, сокращенное от «самослав». Ряд историков считали, что само мог происходить из края славян-вилетов, подчинившихся франкам. Не желая признавать власть последних, само эмигрировал. Ученые также сомневаются в том, что само был действительно купцом. Дело в том, что Фредегара, и это подчеркивают все исследователи, уж очень плохая латынь. Поэтому есть предположение, что он просто неверно выразился. Но стараживает и то, что само торговать приехал, цитирую, в сопровождении многих купцов. То есть, во главе целого организованного отряда. Конечно, времена были опасные, и купцам нередко приходилось быть и воинами, и путешествовать с собственным войском. Профессор Грацианский высказал предположение, которое опять же сближает само с Рюриком. Цитирую. «Само и его товарищи, надо думать, подобно тем варяжским дружинам, которые издавна проходили, торгуя и сражаясь по великим рекам, впадающим в Балтийское море, и позднее проложили известный торговый путь из варяг в греки. Высказывались предположения, что прибытие его было вовсе не случайно, что он уже был старым знакомым, славянам, которые обратились к нему за помощью в борьбе с аварами. К сожалению, где находилось государство само, нигде прямо не указано. На основании военных действий, описываемых в хронике Фридегара, ученые сделали вывод, что его центром была Чехия, а вернее Богемия. Входили также Моравия, Панония и Харутания. После победы само над франками к союзу славянских племен присоединились палапские сербы. Подчинялись ли само другие славянские племена, мы не знаем. Возможно, что его власть простиралась за Дунай, хотя это маловероятно, так как здесь был центр аварского ханства. Саму правил первым в истории славянским государством 35 лет. Похоже, все это время ему приходилось воевать на два фронта. Если про войну с аварами нам известно только то, что он провел много сражений и во всех победил, то про войны между само и войском мировингов известно больше. Славяне Вениды, по сообщению Хроники, сильно свирепствовали по повелению само. Видимо, их набеги были настолько успешными, что королю Дагоберту пришлось созвать специальный совет на тему повышения обороноспособности в борьбе со славянами. У Рюрика много общего с его предшественником Само. И того, и другого, по легенде, славяне призвали на царство. До сих пор ведутся споры по поводу происхождения и Рюрика, и Само. С натяжкой похожий характер занятий – вооруженный отряд купцов Само и варяжский отряд Рюрика. Увы, в отличие от державы Рюрика, государство Само распалось после его смерти. Уж слишком многое, похоже, держалось на личности этого необыкновенного человека и его личной доблести. По сообщению святого Эмирама, уже спустя 20 лет после смерти Само, богатые города, входившие в его державу, обращены в развалины. Вся страна представляет пустыню, и путешественнику страшно пускаться по ней в дорогу из-за обилия диких зверей. Хоть государство Само существовало всего 35 лет, оно сыграло огромную роль в славянской истории. Само смог освободить славян от аварского ига, отразил натиск франков и германцев на славянские земли. Существование сильного государства открыло путь к экспансии славян в Тюрингию и во Франконию. Поселение славян в этих местностях, отмеченные известиями VIII века, напрямую связано с победами Само. Хочется закончить словами профессора Грацианского. Славяне, объединенные Само, не только проявили свойственную им воинственность, но и обнаружили выдающиеся организаторские способности, благодаря которым они сумели нанести сокрушительные удары аваром и соединенным силам германских племен, возглавляемых франками. Время Само навеки останется блестящей страницей в истории многовековой борьбы славян за свою самобытность и независимость.